Эта история началась для Александра с обычного заказа, но у подъезда его ждал не мужчина, который вызвал машину, а заплаканная бабушка. Водитель понял, что происходит что-то неладное. На расспросы женщина отвечала уклончиво. Лишь сама спросила, кто повезет вещи в Москву для внучки. Она сказала, бабушка, не волнуйся, прям ее голос. Я в больнице. Я говорю, что с тобою? Она ей говорит, меня машина шибла, я шла не по правилам. И эта девушка, которая шибла, беременная. И она сейчас лежит в реанимации, эта девушка. Но чтобы ни дело не доводить до суда, нужны срочно деньги. Я говорю, сколько же надо? Что не больше, то лучше. После уговоров мужчина решил помочь пенсионерке. К тому же его оторопили неизвестные, заказавшие такси. Уже в пути водитель заметил, что в пакете было не только постельное белье, но и конверт. В этом пакете, как она объяснила, находилась простынь, полотенце для ее внучки, которая в Москве попала в автокатастрофу. Находилась в больнице. Нужно было передать кому-то этот пакет. Мне сразу ситуация показалась странной. Я ей задал вопрос, что еще в пакете, на что она мне ничто не стала отвечать. Параллельно разговаривала с кем-то по телефону. Я так понял, она получала какие-то инструкции. Ну и я отправился по тому адресу, который был указан у меня в заказе. Я ехал, когда в пути, увидел, что в пакете лежал конверт с надписью «Моей внучке в лазе 100 тысяч рублей». Я понял, что помимо вещей в пакете находятся деньги. У дома указанного вызове водителя ждал неизвестный в маске. Александр спросил, не мошенник ли он на самом деле. После этих слов мужчина сорвался с места и убежал. Александр приехал к пенсионерке и вернул ей пакет, в котором оказалось 100 тысяч рублей. Деньги для внучки, якобы попавшей в беду, бабушка взяла в долг у соседей. 100 тысяч – это немалые деньги. Бабушки верят, они сразу бегут по соседям, начинают спрашивать, есть, нету. Говорю, чтобы не пускали в себе квартиру никого, не отвечали на телефонные звонки, никого не слушали, никому не верили. Если в чем-то сомневаюсь, пусть мне позвонят старшие по дому. Беседы всегда с ними провожу. Схема, когда жертвами у мошенников становятся пожилые граждане, называют классическими. Злоумышленники играют на чувствах бабушек и дедушек. Говорят, что только они могут помочь родственникам, торопят и не дают времени на размышления. Водителей такси, которых вовлекают в обман, сотрудники полиции призывают к бдительности. Уважаемые граждане, действуя по указанию мошенников, вы сами становитесь соучастниками преступления. Ни в коем случае не перевозите и не передавайте вещи и документы по указанию неизвестных лиц. Также хочется отметить, что на территории города Саратова зарегистрированы случаи, где жертвами мошенников становятся сами водители такси. Неизвестный осуществляет заказ, после чего связывается с водителем и сообщает, что он повезет клиента, оплата за которую будет произведена путем перевода денежных средств на банковскую карту. Водитель сообщает все свои банковские реквизиты, после чего происходит списание денежных средств. Чтобы не стать жертвой мошенников, не передавайте данные карт неизвестным лицам. Поступок Александра был высоко оценен руководством городского управления МВД. За активную гражданскую позицию и оказанное содействие в предотвращении преступления, мужчина был награжден благодарственным письмом. Спасибо в адрес водителя прозвучало и от самой пенсионерки, которая теперь стала более бдительна, а также от ее родственников. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.